Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Александр, как всегда И сегодня в моих руках спортфон под названием ZOPO ZP820 Очень интересный вариант Как меня просили в комментариях указывать цену Цена в нашем интернет-магазине в наличии в Украине составляет на сегодня примерно 190$ Итак, давайте посмотрим, в какой комплектации поставляется данная модель Вот такая вот цена Усовершенствованная новая коробка у ZOPO Можно подумать, что это модель ZOPO 990, но нет, это ZP820 Пока достаю комплектацию, будете сами видеть Немножко расскажу о данной модели, что она из себя представляет на форумах Очень много писали о том, что эта модель является продолжением линейки от ZOPO 810 Но я хочу сказать, что это более бюджетный вариант В принципе, по всем его параметрам В первую очередь, это экран Никакого сходства с экраном ZOPO 810 здесь нет То есть, здесь 960 на 540 разрешение Однако, есть интересные функции, есть обновленная прошивка Ну, собственно, давайте, в общем, с этим всем разбираться по порядку Во-первых, конечно же, отличительной особенностью любого смартфона от ZOPO является качество сборки и в целом вообще весь корпус Здесь мы видим полностью идентичный корпус, как ZOPO 810 Сзади глянцевая крышка Спереди у нас три сенсорных кнопки Слева направо это меню домой-назад Сверху датчик приближения, датчик освещенности Фронтальная камера на 5 Мп и динамик С этого бока у нас нет ничего абсолютно Сверху разъем под наушники С этого бока у нас есть кнопка включения-выключения смартфона И качелька громкости Это очень удобное расположение В принципе, таким расположением очень удобно вызывать смартфон и тому подобное И качелькой громкости регулировать Снизу у нас микрофон и разъем microUSB Крышка у нас глянцевая, 8 Мп камера Камера с вспышкой, с автофокусом, логотип ZOPO и решетка динамика Открывается телефон стандартно Под крышкой у нас есть аккумулятор Аккумулятор на 2000 мАч В принципе, такой же аккумулятор был и у оригинального ZOPO 810 Это модель 820 Две стандартных больших симки И в принципе, разъем под microSD карточку Здесь все понятно По корпусу Я не вызываю никаких нареканий Все как всегда Все монолитно, все классно Ничего нигде не трещит Экран никак не вываливается, не нажимается нигде По сборке нареканий нет абсолютно никаких В общем, как всегда, начинаю свой обзор с технических характеристик данного девайса И давайте смотреть В Antutu данная модель набирает порядка 17 тысяч баллов Объясняется это тем, что процессор у нее MTK6582 Частота процессора 1.3 ГГц Четырехъядерный процессор Сам по себе здесь гиг-оперативки Четыре встроенных Карточка памяти у меня стоит на 16 Восьмимегапиксельная основная камера Пятимегапиксельная задняя Если говорить о разрешении экрана Здесь 960 на 540 Благодаря чему и объясняется В принципе, вот такой вот высокий уровень производительности данного смартфона Обращаю ваше внимание на то, что графический процессор в данной модели Это Mali-400 MP Что также, в принципе, хороший графический ускоритель Который, допустим, со многими играми хорошо довольно-таки работает Если говорить о количестве точек прикосновения к экрану То здесь их 5 Об экране чуточку позже расскажу И какие у нас есть датчики на смартфоне Давайте посмотрим Значит, здесь есть рабочий GPS Wi-Fi, Bluetooth, акселерометр, компас Есть вспышка в данной модели Кстати, вот вспышка иногда выбивает именно в Z-Device Test Вот таким вот глюком После чего ничего ему не сделать Я вот клацаю эту кнопку Нужно только вытягивать аккумулятор и перезагружать смартфон При этом сам смартфон с легкостью работает с программками для фонарика Что хочу вам сейчас продемонстрировать То есть, это только в Z-Device Test Вот такой вот баг Вот этого софта Так, давайте еще покажу вам, что есть в Z-Device Test Я быстренько перезагрузил смартфон Никаких гироскопов, ничего подобного в этой модели нет Есть датчик освещенности И датчик приближения, само собой Так, по поводу прошивки Хотел я вам обратить ваше внимание на то, что прошивка несколько обновлена Здесь нестандартный Android Если честно, даже не знаю, что это за версия Что это за такие вот значки интересные Но я выскажу свое мнение Да, здесь все на русском языке Здесь все очень быстро, хорошо и гладко листается Рабочие столы вот немножко вот так вот подлагивают Ну, в принципе, это такое дело Самые основные настройки в этой модели Также полностью все на русском 4.2.2 версия Android Хочу сказать пару слов о памяти Работа памяти в прошивке настроена правильно Когда я вставляю CD-карту Все приложения, все программы устанавливаются именно на карту памяти Что очень хорошо И с заводской прошивкой можно сразу же пользоваться этим всем Что мне не нравится в этой прошивке? Не нравится то, что почему-то выбран вот какой-то такой баланс экрана Я бы сказал немножко неправильный То есть, даже вот в таких вот программках Вы видите, что сам по себе темный фон И почему-то надписи отображаются тоже темным цветом Хотя в данной ситуации я бы лучше их отображал белым Не знаю, почему она только отображается И отображается так информация практически везде То есть, не совсем комфортно пользоваться в таких условиях По прошивкам я в принципе багов никаких не заметил Сколько пропользовался, сколько тестировал эту модель Все хорошо, все отлично Никаких ошибок не вылетает То, что я показал вам с фонариком Это только сугубо такая фишка вылетает в Z-Device Test Как вы видели, что фонарик отдельно работает тоже хорошо Самое важное сказать о данном смартфоне Это, конечно же, рассказать вам про экран Во-первых, сейчас давайте посмотрим, какая яркость Какой запас яркости в этой модели Вот это минимальный запас яркости И вот такой вот максимальный Сам экран нельзя сравнить с моделью ZOPO ZP810 Так как экран там был шикарный Хоть и было разрешение HD Здесь, во-первых, разрешение меньше На 5-дюймовом экране я не скажу, что видны какие-то пиксели То есть, если не особо задаваться целью их разглядеть То их не видно То есть, да, конечно же, если взять Full HD смартфон в руку То разница будет Но тут дело в другом Матрица этого экрана мне не нравится Он отображает цвета не совсем корректно Уходит в негатив картинка Вот смотрите, что из этого получается То есть, да, модель недорогая 190 долларов, это в Украине цена сейчас 1500-550 гривен Но экран за эти деньги могли бы, наверное, вставить чуточку получше То есть, да, картинки отображаются хорошо Все классно Но вот сейчас покажу Я вот даже сам держу Вот вы видите Вот все видно сейчас Смотрите, вот так вот Вот так Вот так И вот так По экрану, наверное, один из самых основных минусов в этой модели Которая только есть Что касается производительности С производительностью Тут все на самом высшем уровне Никаких нареканий по производительности Я вам сказать не могу Запускается Запускается видео Как в формате 720p Нормально Звук Звук довольно-таки громкий Давайте посмотрим Запускается ли у нас Видео в формате Full HD Да, все так же запускается без проблем Что же касается современных игр То даже такие игрушки Как Asphalt 8 Как Dead Tracker 2 GTA Vice City На максимальных настройках Все работает максимально хорошо И я готов вам В принципе Это все продемонстрировать Так, давайте смотреть настройки Это очень важно в этой игре Как вы можете видеть Настройки у нас Самые максимальные И давайте смотреть Как же играют Данные смартфоны Звук Продолжение следует... Продолжение следует... По играм у меня никаких нареканий не возникает во все современные игры. На этом процессоре с таким разрешением экрана можно играть без проблем. Плюс помогает нам в этом всем то, что память адаптирована. Также хотел показать вам фишку, которая поддерживает данная модель. Это OTG кабель. Казалось бы, бюджетный вариант смартфона. Да и абсолютно не все модели ZOPO поддерживают фишку. А тут вот такая вот приятная новость. Эта модель действительно поддерживает. И вот это можно наблюдать. У меня сейчас подключена флешка. То есть это очень хорошо. Обязательно, конечно же, я тестирую аккумулятор данной модели. Он здесь на 2000 мАч. И давайте смотреть, на что же он способен. Какими характеристиками он обладает. Во-первых, программа Contuto Tester показала мне 570 баллов. Это стандартный нормальный показатель для 5-дюймового смартфона с 2000 аккумулятором. Здесь нет ничего особенного. В режиме игры, в режиме Epic Citadel со 100% до 15% разрядился смартфон за 2 часа 27 минут на максимальной яркости. По диаграммке разряда аккумулятора можно сделать вывод, что аккумуляторы качественные. Софт под аккумулятор тоже сделан хорошо. И никаких скачков, ничего такого не наблюдается. Аккумулятор хорошо откалиброван. GPS в данной модели также работает. Работает, в принципе, хорошо. Никаких проблем с ним нет. Я тестирую, как правило, GPS в условиях домашних. То есть, я не выхожу там на улицу, не стою очень долго. А поэтому результаты давайте будем смотреть. Итак, тест GPS. Вот тест на Vitell. И вот тест через программку GPS Test. Переворот изображения также работает. В общем, 4 спутника он ловит. Долго я не стоял, не тестил. 4 спутника ловит, точку на карте обозначает. И на этом хорошо. Камера. Камера. Камера я отдельно запишу вам видео, отдельно сделаю вам фотки. Но скажу, что основная камера на 8 мегапикселей, фронтальная на 5. Видео снимает в формате Full HD. Камера такого очень-очень-очень средненького уровня. То есть, в принципе, макросъемка нормально работает. Вот я сдалека, скажем так, фоткал инструкцию эту зоповскую. В принципе, все видно, все разбираемо. Но немножко мылит камера, как по мне. Ну, в общем, фотографии и видео вам скину. Итак, можно подводить итог. ZOPPO ZP820 является, наверное, одним из самых бюджетных вариантов на данный момент. Четырехъядерный процессор. Хорошее разрешение экрана 960 на 540. Плохая матрица. Нормальный стандартный аккумулятор. Среднего уровня камера в данной модели идет. Поддержка OTG кабеля. Нормальная прошивка в плане работы с картой памяти. Плохая прошивка в плане того, что она мне не нравится, как она отображает темные цвета и на фоне темный текст иногда. Это мне не нравится. Цена телефона повторяет 1550 гривен. В долларах это где-то 190 долларов. В Украине в наличии в нашем интернет-магазине antilive.com.ua. На этом все. Решайте для себя, достойный ли аппарат для вас. Хотите ли вы его купить. Если хотите, обращайтесь. Мы всегда все подскажем. С вами был Александр. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.